Здравствуйте! В эфире новости Удмуртия в студии Марины Симонова и смотрите в этом выпуске. Поджигателей нашли, вычислить двумышленников помогли камеры видеонаблюдения. Запретят ли в школах домашние обеды? Специалисты дают разъяснение проекта новых правил детского питания. Новоселье состоится. Прокуратура республики защитила права застройщика и участников долевого строительства. 31 пианино, вот такой большой музыкальный подарок, ждут в республике. Для кого он предназначен? Расскажем. Синоптики предупредили о резком ухудшении погодных условий. В связи с этим госавтоинспекция попросила водителей воздержаться от загородных поездок, снизить скорость, держать дистанцию и исключить обгоны, даже если машины на встречке далеко. Со снегом борются и дорожные службы, в том числе и в межквартальных проездах. Дмитрий Вороновнин продолжит тему. Этот межквартальный проезд по улице Мичурина в Ижевске важная автоартерия прежде всего для медицинских и экстренных служб. Кареты скорой помощи ежечасно подъезжают по узкой дороге к кардиоцентру и шестому роддому. Но стихийная парковка мешает врачам оперативно выполнять свою работу. По этой же причине каждую зиму автовладельцев клянут и дорожники, которые убирают здесь снег. Припаркованные автомобили, которые оставляются или на ночь, или оставляют пациенты, которые приезжают, но не могут найти место парковки и бросают автомобиль, где они считают нужным. Вот это основная проблема. В таких экстремальных условиях водитель снегоуборочной машины Алексей запросто мог бы выполнить норматив мастера спорта по фигурному вождению между автомобилями. Но отныне припаркованные на обочинах автомобили, которые мешают уборке снега в межквартальных проездах, будут переставлять с помощью эвакуатора. Такое решение принял муниципалитет, а помогут дорожным службам сотрудники ГИБДД. Случаев, когда прибегали к услугам эвакуатора дорожная служба у нас пока в городе не было. Но даже если это и будет происходить по каким-то причинам, что мы не сможем установить автовладельца, транспортное средство будет перемещено на минимальное расстояние и затраты никто не понесет, потому что это все будет делаться за счет организации, осуществляющей очистку города. Бесплатно переставить машину можно будет там, где не установлены временные знаки работы от эвакуатор. Там же, где знак присутствует, сотрудники госавтоинспекции смогут вывозить автомобиль-нарушитель сразу на штрафстоянку. О выставлении временного знака водители будут информировать за 20 суток до начала работ. Список мест уборки снега городская администрация опубликует на своем сайте. Кстати, в ближайшие дни работы у дорожников будет много. Это подтвердили сегодня синоптики. Снегопады ожидаются каждый день. В ближайшие дни территория республики будет находиться под воздействием обширного циклона на западе, с которым будут связаны осадки в виде снега, а также завтра есть вероятность мокрого снега в связи с повышением температурного фона. Вероятность осадков дорожные службы Ижевска мониторят регулярно и делают все, что в их силах. За сутки на дороге города выезжает от 120 до 150 единиц техники. С 1 января со столичных улиц вывезено уже 100 тысяч тонн снега. А по какой причине сожгли автомобиль в одном из Ижевских дворов по улице 40 лет Победы будут разбираться следователи. Поджигатели иномарки смогли задержать по горячим следам. Инцидент произошел рано утром, 17 января. Действия злоумышленников зафиксировали камеры видеонаблюдения. Это и помогло их разыскать. В поджоге подозревается двое живчан 24 и 30 лет. За умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы. В Ижевске дорожные полицейские проверяют, как родители перевозят своих детей в автомобилях. Несколько профилактических рейдов и уже сотни нарушителей. В прошлом году за отсутствие автокресел было оштрафовано 1500 человек. Напомню, размер штрафа 3000 рублей. Нарушители инспекторы выявляют легко утром у детских садов, школ и поликлиник. Попадаются как родители, так и водители такси, у которых в машинах нет детских автокресел. Между тем, в соответствии с правилами дорожного движения, перевозка детей до 7 лет в машине должна осуществляться только с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка. Перевозка детей от 7 до 11 лет допускается с использованием ремней в безопасности, если ребенок уже вырос из автокресла, но только на задних пассажирских сидениях. А вокруг темы детского питания сегодня разгораются нешуточные страсти. Горячий спор вызвал проект санитарных правил по организации школьного питания. Он еще не принят, но многие положения в нем уже напугали многих родителей. Елена Буховская решила во всем разобраться. Проект новых санитарных правил организации детского питания еще только обсуждается, но уже наделал много шума. Изменений много. Они коснутся, к примеру, качества и количества порций, посуды, торговли в школьных столовых. Чиновники поварам даже прописали указания по времени приготовления блюд. Еще одно важное ограничение коснется тех родителей, кто не доверяет детсадовскому и школьному общепиту или имеют детей аллергиков. Так, в новом проекте есть пункт, запрещающий приносить с собой в столовую продукты и блюда из дома. То есть, по сути, питаться детям можно будет только в столовой. У нас вообще цикличное меню, согласован с управлением Роспотребнадзора. Мы работаем только согласно ему. И если есть какие-то вот такие индивидуальные подходы, то, конечно, мы пойдем навстречу. То есть заменяем продукты. Можем заметить, у нас существует такое. То есть, если у ребенка аллергия на апельсин, то заменим на яблочко, ничего страшного. Рассматривается вариант при необходимости, возможности принесения с собой бутерброда. Но если такая ситуация происходит, то, конечно, она должна быть согласована обязательно с администрацией. Потому что администрация, директор школы несет за всю ответственность. Случаев, когда ученики приносят контейнеры с домашней едой в школу, единицы. Но факты есть. Чаще всего таким образом питаются спортсмены, аллергики или кому положена специальная диета. А потому к возможному запрету относятся настороженно и педагоги, и санитарные врачи. То, что можно, нельзя брать продукты ребенку в школу, как такового запрета нет. Не в действующих санитарных правилах. В проекте ПК тоже не могу сказать, что там прописано. Но я считаю, что нельзя брать еду – это как бы неправильно. Поэтому дети могут с собой еду брать. Соответственно, только имеются рекомендации к таким продуктам. Скоро портящихся пищевых продуктов ни в коем случае не должно быть. Питание у нас организуется на основе положения о школьном питании. В каждом образовательном организации разработано данное положение. В каждом образовательном организации есть приказ, есть ответственность за организацию питания. Есть правила по организации питания. Есть брокеражная комиссия, которая обязательно снимает брокераж, прежде чем детям выдать какой-то определенный продукт. Специалисты надеются, что шум вокруг темы запрета домашней еды в школах скоро затихнет. Буквально недавно чиновники разъяснили в соцсетях с тревоженным родителем суть реформы питания, а точнее раскрыли самый тревожный пункт. Как выяснилось, изменения в законе коснулись лишь продуктов или обедов, которые привозят в школу уже готовыми, причем в обход санэпид-контроля. И это не касается домашней еды, которую по-прежнему приносить с собой в школу можно, во всяком случае, пока. Елена Абуховская, Андрей Бусыгин, телеканал «Моя Удмуртия». А в 31-й школе столовую закроют на 13 суток. Такое решение принял Первомайский суд Ижевска. Поводом стали результаты проверки Роспотребнадзора. Ведомство получило жалобы от родителей учеников, сам врачи нарушения нашли в частности. Пищеблок работал во время проведения там ремонта, а санитарное состояние и содержание производственных помещений не соответствовало санэпидемтребованиям. Суд с выводами Роспотребнадзора согласился, постановив временно приостановить работу пищеблока. Решение суда в законную силу еще не вступило. В Глазовском районе разгорается скандал со строительством полигона ТКО. По проекту свалка окажется рядом с основным источником водоснабжения северной столицы и всего района. В Глазовской администрации прошли публичные слушания. Зал не смог вместить всех желающих участвовать в обсуждении. Этой историей уже несколько лет. Глазовская компания «Экосмарт» планировала построить полигон вблизи деревни Карасева, но недалеко расположено Сининское месторождение подземных вод – основной источник питьевой воды в округе. В 2017 году глазовчане собрали 12 тысяч подписей за отмену стройки. Тогда новое руководство республики с мнением жителей согласилось. Но бизнесмены от проекта отказываться, видимо, не намерены. Инициировали общественные слушания, однако переубедить собравшихся не получилось. Люди требовали от местных властей ответа. Отвечать вышел только глава Глазовского района. Я уверен, что против населения живущего, и в том числе в Глазовском районе, никто не пройдет. На публичных слушаниях договорились для решения этого вопроса создать рабочую группу. Отмечу, в районе есть полигон ТБО, однако он не вошел в госреестр и принимать не может мусор. Его развозят по пяти свалкам региона. Однако власти республики заверили, ведется работа по включению закрытого Глазовского полигона в территориальную схему размещения отходов. Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-начальника управления благоустройства и транспорта администрации Жевска Артема Богданова. По версии следствия, чиновник с 1 апреля по 8 июня прошлого 2018 года, используя свои служебные полномочия, незаконно участвовал через доверенных лиц в управлении двух коммерческих организаций, оказывая им покровительство путем первоочередного погашения задолженности по муниципальным контрактам. В частности, в нарушении бюджетного законодательства и установленной очередностью он обеспечил оплату указанным коммерческим организациям бюджетных средств в сумме около 24 миллионов рублей, чем были нарушены права других предпринимателей. Уголовное дело будет направлено в Истиновский районный суд Ижевска. В Ижевске чуть не разгорелся очередной скандал в сфере долевого строительства. Застройщик никак не мог получить разрешение на возведение трансформаторной подстанции. Без этого дом было сдать невозможно. В дело вмешалась прокуратура. Подробности у Альбины Валикжаниной. Эта подстанция влияет на сдачу дома жилого, который в первом квартале 2019 года должен уже возиться в их саду. Сдачу многоквартирного дома затягивает администрация Ижевска. Управление архитектуры и градостроительства не выдало разрешение на строительство трансформаторной подстанции для него. С такой жалобой пришел застройщик на прием к заместителю генерального прокурора России. Сергей Зайцев в ноябре был в столице Удмуртии. Жалобу принял и обещал разобраться. Зачем сейчас ставить какие-то препоны непонятные? Посмотреть, насколько там аргументирован их отказ. Если нет никаких аргументов, ну 169-го в любом случае процессуальную проверку провести надо. Однозначно. Эта постройка и стала камнем преткновения. Земля, на которой она стоит, застройщику не принадлежит. Подстанцию построить планировали рядом с этим садовым домом. В администрации города посчитали это нарушением, так как подобные объекты не должны быть ближе 5 метров от жилья. Мы находимся на территории в прошлом садового массива. Садовые массивы выдавались дома без возможности проживания в них. То есть это на самом деле не жилье. Это не является территорией, на которой человек находится постоянно. Поэтому я считаю, что это не совсем верно рассматривать подобные строения как жилищные. Прокурорская проверка слова застройщика подтвердила. Других оснований для отказа тоже не нашлось. Администрацию города обязали выдать разрешение на строительство трансформаторной подстанции. Без нее не может быть издан в эксплуатацию многоквартирный дом, который практически уже построен. Изучив все документы, мы посмотрели тоже это все внимательно. Но другого места практически там для того, чтобы этот объект поставить, его не было. И все по той причине, что там и расположение дорог близкое, и другие коммуникации там имеются. То есть с другой стороны есть еще и невыкупленные земельные участки. То есть, соответственно, каких-то вот таких прорывах оснований в другом месте этот объект установить не было. Вынужденный простой, а это, по словам застройщика, три месяца скажется на сроках сдачи дома. 160 дольщиков, рассчитывавшие получить свои квартиры в первом квартале этого года, теперь вынуждены будут ждать дольше. Альбина Валикжанин и Юрий Егоров, телеканал «Моя Удмуртия». И к другим темам. Республика получит большой музыкальный подарок. С этого года в рамках национального проекта начнется масштабное обновление материально-технического оснащения школ искусств. Первую партию музыкальных инструментов в Удмуртии ожидают уже скоро. Об этом сегодня рассказал министр культуры Владимир Соловьев. В первом квартале текущего года мы получаем шикарный подарок от федерального центра. Получаем 31 пианино. Даже без софинансирования из бюджета Удмурской республики 31 пианино. И большинство инструментов у нас уйдут в городские школы искусств, часть в сельские. Министр уточнил, сельские учреждения культуры точно не обидят. По национальному проекту в этом году продолжится ремонт сельских ДК, уже начинают формировать заявки на более масштабные работы по реконструкции и строительству новых домов культуры на селе. Что касается школ искусств, то за время реализации проекта они получат более 100 миллионов рублей на обновление материально-технической базы. Средства из этой суммы выделят также на музыкальный колледж и колледж культуры. А наш кабельный канал Удмуртия продолжает готовить на выходные подборку увлекательных фильмов. В субботу классическая французская комедия «Ни минуты покоя» с Кристианом Клавье. Главному герою для полного счастья нужен лишь час тишины. Он хочет послушать пластинку, которую искал много лет. Но именно сегодня с ним серьезно говорит жена, сын, устроил ночлежку для филиппинских мигрантов, а криворукий рабочий — потоп в ванной. В воскресенье динамичная американская фэнтези «Академия вампиров». Кстати, в картине снялся и наш Данила Козловский. Продолжайте смотреть. Обязательно общедоступный телеканал Удмуртия на 21-й кнопке у всех кабельных операторов республики. А эфир нашего телеканала теперь можно смотреть по спутнику на телекарте, а также в интернете на платформах Яндекс, СПБ, Пирс и Винтера. У меня все. Еще больше новостей на нашем сайте myudom.ru. До встречи. Продолжение следует...